В танке самое главное не обосраться Не работали дворники Любишь кушать, готовить? Любой хейт это уже показатель результата Опозорить В чем сила? На современном поорать в голос Сила в правде Кем ты был в футболе? Твой ребенок дополнительно не ходит мечом Хороший вопрос И наследие, о котором ударил меня И ты такой, раз Хороший спортсмен Меня отдал отец Плохой тренер Значит ты здесь больше не работаешь Всем привет Сегодня у нас то ли интервью, то ли подкаст Наконец-то нашли время В гостях сегодня у нас на подкасте Артем Крутой эксперт Тренер профессиональных спортсменов по единоборствам С кем мы сегодня будем общаться Артем, привет Здорово, Сань Артем, ты пришел в спорт Так сказать, не сразу же Ты начинал с различных, так сказать, работ И у тебя жизнь была связана С другим родом деятельности Расскажи вообще, с чего ты начинал И как ты вообще попал в спорт Как я начинал С футбола я начинал С футбола? Да, с футбола начинал Хотя тебе так и не скажешь В общем, я в детстве очень хорошо играл в футбол До одного момента определенного Когда меня хотели Родители отдать спортивный интернат Ну, как хотели Пытались меня туда устроить Но на тот момент не хватило там Ни денег, ни возможностей И плюс там наложилась определенная ситуация жизненная Я любил девочку Да, любил девочку Пол к ней на свидание И там один-другой парень Ударил меня Ну, по факту Поэтому ты решил пойти Ну да, да И, конечно, я получил пиздель И такой думаю Ну все, пора завязывать с этим Футбольный мяч Да, вот так и получилось Да Ну, потом Был такой определенный этап Потом Я работал в другой Государственной организации И вот после того Как я закончил с госорганизацией Я вот пришел И начал тренировать У меня одно Говорит, что Я тебя знаю давно И ты с детства был Такой комплекцией Так сказать, плотной Как ты Кем ты был в футболе? Нападающим или вратарем? Мячом Мячом? Да нет Но я не всегда такой был, ребят Ну, был плотный всегда Ну, мне кажется Я был быстрый Или мне казалось Что я был быстрый С какой скоростью Телефис Главное не останавливаться Да, на самом деле У самурая нет Цели, есть путь Это путь воина Как именно Вот этот переход У тебя был К единоборствам И сразу Завлекло тебя Одиноборство Либо ты Все-таки Сначала начинала Бросала Потом все-таки Понял Что это твое Да нет Знаешь Перехода Наверное Такого не было Какого-то там Определенного Всегда нравились Вот эти все моменты Связанные там С боями Но Меня все время Привлекала Именно профессиональная Знаешь Нелебительская составляющая Я себе Где-то в детстве Всегда рисовал Такую картину Что я буду тренировать Именно профспортсменов Для меня Такая была цель Но ты же сам Понимаешь Если ты профспортсмен Значит Все Уровень твоей Тренерской деятельности Уже соответствует Каким-то там Определенным нормам И ты можешь Вот Тренировать Этих профиков И вот К этому Стремился Поэтому перехода Какого-то Как такового Не было Такой вопрос Часто люди Думают То что Если Тренер Это эксперт Хороший То значит Он что-то достигал Каких-то высот Когда был сам Спортсменом Либо же Ты другого мнения То что Хороший тренер Может быть И нехорошим спортсменом Это Это крутой вопрос Знаешь Как я считаю Я считаю Первое Что Тренировать Людей По категориям Да Вот есть Категория детей Это Надо любить Однозначно Если ты детей Не любишь Тренерская деятельность И тебе Дорога закрыта Тренировать Любителей Тренировать Профессиональных Спортсменов Тоже Диаметрально Противоположные Вещи для меня Зачастую Хороший Спортсмен Плохой Тренер Вот Ну Вот Правда Практика Такая Потому что Спортсмен Выполняет Какой-то Определенный Объем Работы Но Не знает Всего Целостности Процесса У него Нет образования Это, наверное, самое главное Нет понимания И Он просто делает так Как Учили его Поэтому думаю Что Зачастую Бывает так Ну и Работу надо Тренерскую Тренерскую Любить 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 Правда ли То, что Говорят Талантливый Человек Затистую Ленивый И не показывает Дальнейшим Результатом Сто процентов Говорили у тебя Такое В карьере Попадали Однозначно Однозначно Могу сказать Что Талантливые Люди Они все время Думают Что они Вывозят За счет Таланта И Но На каком-то Определенном Этапе Там Например Первенстве Чемпионате России Он попадает На парня Который Менее Талантлив Но Более Трудоспособен Дисциплинирован И Скажу Такую фразу Наивную Дисциплина Бьет Класс Однозначно Поэтому Никаких Вопросов К таланту Быть не может Если ты Разгильдяй Но Талантливый Разгильдяй То До определенного Уровня Ты будешь Шести А потом Просто Боксерские Перчатки Или Перчатки Там Шести Восьми Унцовые Для ММА Четырех Унцовые Ты Повесишь На Гвоздь Отлично Еще Расскажи Какой Самый Переломный Момент Твоей Жизни Был Предыдущее Место Моя Работа Не Госучреждение А Предыдущее Место Моя Работа Ты знаешь Я тогда Пришел В зал И У меня Уже Были Такие Определенные Глобальные Планы По поводу Развития По поводу Развития Команды По поводу Всей Вот этой Движухи Интересной И Руководитель На прошлом месте Работы Он не Стал со мной Скажем так Дискутировать На эту тему И он мне Говорит А значит Так Значит Ты здесь Больше Не работаешь И вот Для меня Вот Именно тот Момент Стал Ключевым Я ему Безумно Благодарен Спасибо Большое Тебе Что ты Позволил Мне Вот Вырасти До уровня Тренера Который Теперь записывает Вот такие Подкасты С таким Замечательным Товарищем Объединил Да получается Получается Да получается Что да Прекрасно Понимаю Прекрасно Согласен Вот И вот Это реально Ключевой момент Когда вот Ты Знаешь Такой Все У тебя В жизни Было Хорошо У тебя Все Получалось У нее Тоже Все Хорошо В жизни Получается Ну и ты Такой Все Знаешь Как Типа В зоне Комфорта Находишься И ты Ну все Классно Все Есть Машина Есть Квартира Есть Хорошая Работа Есть И тебе Говорят Ну все Ты тут Не работаешь И ты Такой Раз И понимаешь Что тебе Надо Заново Приходить В новое Место Опять Всем Доказывать Что ты Крутой Опять Искать Какие Средства Опять Где-то Чему-то Учиться И это Вот реально Послужило Точка Роста Да А какая Самая Большая Гордость У тебя Кто Или что Чем Является Твоя Гордость Да Папа Мой Чем Именно Проявляется Гордость Ну Наверное Все Что ты Вот Видишь Во мне Лучшее Не худшее А лучшее Это Вот Благодаря Ему Я горжусь Что у меня Есть Такой Папа Который Несмотря На все Сложности В его Жизни Ну Я имею Ввиду Что Мы Росли Там В условиях Когда Не было Ничего Ни денег Ни возможностей И папа Все равно Как-то Старался Разукрасить Мою Детскую Жизнь У меня Плейстейшн Был Велосипед Ну То есть Мопед У меня Был То есть Папа Все время Как-то Старался Знаешь И горжусь Тем Что у меня Папа Такой С характером Твой Папа Тоже Занимался Спортом Или Он Причастен К единоборствам Да Папа Занимался Самбо Дзюдо Вот Что еще Папа Папа Занимался Легкой Тяжелой Атлетикой Папа Спортсмен Да Такой Активный Спортсмен Как он Поддерживал Тебя В единоборствах Никак Никак Вообще Никак Это было Типа Заня Ну Ладно Да Это так Проявлялось А как Ты к этому Относился Плохо 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 Я например Там выигрывал Что-то такое Прям Ну Хорошее И папа Мне такое Пойдет Пойдет Ну вот Ты пытался Ему что-то доказать Я до сих пор Пытаюсь ему Что-то доказать То есть До сих пор Это проявляется В таком Типа Ну Можно было И лучше Это типа С такого Плана Да А не думал Лид то Что это Наоборот Он тебя Пытается Так Смотивировать И показать То что Все равно Ты знаешь Я думаю Что Мой папа Не думает Так Такими критериями Как ты говоришь Я думаю Мой папа Просто по наитию Знаешь Все это делает Вот Он даже Например Был категорически против Что я Ушел из госорганизации И до сих пор Меня пытается Туда обратно Затащить Говорит А попробуй А давай к своим Такие знаешь Он тоже был в госорганизации А? Он тоже был в госорганизации Да Да Папа Довольно Долгое время Практически Половину своей жизни Да Папа воевавший у меня Награжденный В Афганистане был Поэтому Вот Наверное У него такая была Детская мечта Чтобы Его сыновья Тоже служили в армии Как скажем И я Но Старший брат Уже не работает там Я Слава Богу тоже Вот Поэтому Ну вот Наверное он по наитию Это все делает То есть он Такими критериями Как ты говоришь Он не рассуждает Он просто например Знаешь такой Он не понимает Да Да Вот Советский Он не понимает Эту всю Интересную жизнь Для него все это Вот так Черная Белая Красная Да Да Я Как знаю Тебе открыты дороги В различные города В различных работах Бизнес Где ты можешь зарабатывать Совсем другие деньги Почему именно Единоборство И почему именно Город Ставрополь Как ты сюда попал Ты можешь жить У тебя открыты возможности Москва Питер Другие Даже за границей Ты можешь Работать Ты прав Абсолютно Но Это наверное Родина моя Я ее считаю Родиной Я с 2011 года Тут Мне нравится Мне нравится То чем мы занимаемся Однозначно Ну и вот К вопросу Возвращаясь обратно Я конечно хочу Кому то что то доказать Я хочу Чтобы говорили Что не Москва Столица Единоборств Да А хочу чтобы Ставрополь Был такой же Кузницей спортсменов Как там Как тот же Дагестан Да Или там Карачаево-Черкесия Кабардино-Балкария Потому что у нас На самом деле Очень много Спортсменов Профессиональных Хороших Которые Могут показывать Такой же уровень Как представители Там Северного Кавказа Поэтому вот Для тебя Финансы не главное Главное Это Так сказать Своё Душевное состояние Эго ты имеешь в виду Да Нет Ну конечно Финансы Главные Кто бы Кто бы там Сейчас Тони говорил Там Бабки не главное Знаешь Типа Говорят Типа бабки Цитата Хабиба Да Да Стать богатым И говорит Что бабки не главное Это всё ерунда На самом деле Я считаю Что конечно Деньги важны И без материальных затрат Без материальных средств Никакой движухи Не будет вообще Абсолютно Поэтому мне кажется Что конечно На первом месте У меня Наверное Знаешь как Вот так будет Это и наследие О котором мы говорим Ну и материальные составляющие Мне хочется Чтобы Те спортсмены Которых я веду Они достигли Какого-то уровня Как спортсмены И плюсом к этому Они ещё хорошо зарабатывали Ну вот такая цель Поэтому кто там За бабки ребят Чё Говорит Что это не важно Это всё чёс Вы на 300 рублей Особо Сильно там Много не покушаете И в спортзал Не пойдёте Поэтому Чтобы Хорошо тренироваться Чтобы показывать результат Нужны Хорошие вложения Как говорится То что Если Говорят люди То что бабки Не главное Значит люди Не были в этой ситуации Не понимают Что Всё-таки Деньги открывают Различные дороги И счастье Лежит всё равно Тоже через деньги Однозначно Тём Смотри У каждого человека Есть по-любому Страх И страх Это показатель То что человек Живой Какой у тебя Самый большой Твой страх И в чём он проявляется Он до сих пор Наверное Есть и остаётся Это Опозорить Родителей своих Мне всегда Очень важно Быть И выглядеть Достойно В глазах Своих близких Я имею ввиду Именно родителей То есть Мне очень важно Что скажет Мой отец О том Что я делаю Или мои друзья Или моё окружение Потому что Они для меня Определённого рода Авторитет Ну и вот Есть страх Есть страх Обосраться Как есть фраза Крутая В танке Самое главное Не обосраться Тём Были у тебя В жизни Такие ситуации На которых Тебе не хватило Смелости Сделать что-то Либо Были такие обстоятельства Да Конечно были Конечно были Это такие ситуации Которые ты не можешь Рассказать Либо Стесняешься Ты знаешь Наверное Не хватило мне Смелости Сказать Моему папе О том Что мне не нравится Военная служба По контракту Наверное Вот мне Наверное На этого не хватило Смелости Не хватило Знаешь В чём ещё Смелости Если вот Про жизненные обстоятельства Не хватило Смелости Любимому человеку Сказать Что Накосячил Знаешь Там где-то Ну Вот такие Наверное Моменты Боялся Признаться Более Якобы Стереотипы Когда ты не можешь Ну Даже не стереотипы Выстроенный менталитет Когда ты Белинскому человеку Стесняешься Что-то сказать Из разряда этого Однозначно Да Именно про этому Типа тема Такая Знаешь Что Ты Не то что Боишься Сказать Ты Ты стесняешься Даже не стесняешься Тебе стыдно За то Что ты сделал И такой Сейчас ему Скажешь правду И всё И вся жизнь Поломается И у тебя И у него И у неё Поэтому Наверное про это Давай теперь Более Разрядим Обстановку Не о серьезном Не о грустном Какие у тебя были Не знаю Самые смешные Нелепые ситуации В жизни В карьере Может быть Самая запоминающаяся На чем Вот можно На чем можно смеяться Так сказать На современном Поорать в голос Блин Да и вот сейчас Даже на память Не вспомню Да слушай Наверное Каждый день Наша жизнь Это большая Одна большая шутка Я честно говоря Благодарен Благодарен людям Которые там Окружают нас С тобой Обязательно Миха этот Посмотрит подкаст Миха Без тебя вообще Жизни нет Я тебе говорю Ты тебе Да Это мои друзья Которые живут Там за пределами Нашего города В общем Я очень благодарен Ребятам Которые вот Меня окружают И наверное Исходя Знаешь Такого не вспомнить Одного момента Вся вообще движуха Связанная вот С моим взаимодействием С этими ребятами Там Из пузни Там Саша Ваня Гриша Федя Мартин Наши пацаны Магомед Ты Вадим Миха Да Однозначно Миха вообще Конь педальный Если бы Ты написал книгу Как бы ты ее бы назвал Про жизнь Про свою книгу Написал бы Или Или какую ты имеешь ввиду Книгу Ну вот У тебя есть возможность Написать книгу Про что-либо Без разницы Ты мечтал там Написать книгу Как бы я бы ты назвал Ну Сейчас расскажу Одну смешную историю Про Нашего друга Про Виталика Это Это реально Самая смешная история Которая была Со мной И с ним В общем У него был автомобиль ВАЗ-2104 Четверка И Мы С ним ехали На день города И У него Не работали дворники И он Главной рукой дворники Короче Делал дождь Дождь Короче Шел дождь Короче И Он эти дворники Одной рукой Понял Нас Короче Подрезает автомобиль Вот И там ребята Молодые Такие Слышь Типа Куда ты там Едешь Там И так далее Ну и мы Останавливаемся На автоприцепах А Виталик Не знает Виталик Это просто 160 килограмм Просто мяса Живого И мы сидим Ну и как бы Я сам Не маленький мальчик Короче Мы остановились На автоприцепах И эти типы Короче Вышли с нами Качать Ну понял Выходят Выходят Они из машины И Виталик Из машины Выползает Короче Они сели Обратно И уехали Вот Ну Я мог бы вам Рассказать Ребят Как это было Ну В красках Но Нельзя материться К сожалению Вот Что еще А по поводу друзей Самые захватывающие моменты Это моменты Которые Вот Действительно Я проживаю Вот Последние Там Полтора-два года Благодаря Вот знакомству Ну Саша Мы давно Общаемся С Михаил Вот уже Три года С ребятами С кузни Уже Наверное Года Тоже Два Три Общаемся С остальными Ребят С Виталиком Там Не знаю Лет Семнадцать Мне кажется Я его знаю Вот Ну Вот Как-то Получилось Так Что У нас Есть Такая Комьюнити И мы Вот Дружим Все Праздники Всю Движуху Движуха Это Вот Такое Плохое Слово Я Все Время Говорю Я Еще Хотел Спросить Так Мы Переместили Зал У Тебя Очень Много Детей Занимается Ты Каждому Ребенку Относишься Как К Своему Ребенку Если У Тебя Будет Ребенок И Это Будет Парень Ты Отдашь Его В Профессиональный Вид Спорта Мы Все Знаем То Что Профессиональный Вид Спорт Это Не Про Здоровье Это Что Это Нелегко Ну У У Меня Дочка Есть Ну Допустим Даже Дочку Ну Дочка Уже Не Пошла По Стопам Да Там Единоборств Ну Если У Меня Будет Сын А у Меня Будет Сын Наверное Наверное Я бы Хотел Попробовать С Учетом Тех Знаний Которые У Меня Есть С Учетом Того Опыта Жизненного Я Бо Наверное Хотел Попробовать Почему Нет Ну Тут Знаешь Как Я И мы Разговариваем Уже О профессиональной Карьере Какой-то О будущем Мы понимаем Что нам Через 3 года Когда нам Исполнится 18 лет Нам уже Нужно думать О профессиональных Боях У нас есть Яркий пример Есть Гриша Мишин Ему Чуть больше 20 лет Он выступает На таком уровне Куча Много Пацанов Которые Дерутся Ничего в этом Нет Это не про здоровье Это немножко Про другое Про способ Зарабатывания Денег Наверное Про наследие Это про это Но я бы попробовал Почему А если Будет так То что ты ребенка Отдашь персонале Вид спорта Но не захочет Не его это Не исключено Через силу будет Либо Все таки То что ему понравится Он будет заниматься Тем видом спорта Но Ты сам пошел на борьбу Меня отдал отец Но мне борьба понравилась Ну а в случае Если ты отдал ребенка Но ему не понравился Этот вид спорта Значит тренер плохой у него Значит тренер плохой у него Ну я знаешь как думаю Что если ты приводишь человека В то место Из которого ты сам вырос Когда ты вырос на ковре И ты знаешь Какое может быть отношение К тебе Со стороны тренера Отношение со стороны Твоих там ребят По ковру И если ребенку не понравилось Надо искать причины Почему не понравилось Ну мне бы хотелось Чтобы контактными видами спорта Мой ребенок Однозначно занимался Ну насколько это будет реально Я Я не знаю История не терпится Слагательного наклонения Знаешь Если бы да кабы Я не знаю Как будет Поэтому Ну хотелось бы Конечно А кому не хочется Хлопните в ладоши Хлопните в ладоши Это переход или поход Ты угораешь Аудиодорожка Ребят Вот после этого Мы с Сашей Переместимся ко мне На кухню И я их буду кормить обедом И там тоже поболтаем В общем и целом Следующий видеоблог Мой видеоблог Будет поварской На кухне На кухне, да Я еще Тем хотел тебе задать Очень заезженный вопрос Но он такой прикольный И мне всегда интересно Когда известные там люди Отвечают на него Самый такой простой вопрос В чем сила? Юрий Дудь Привет Да Сила Сила в правде Сила в правде? Ну да Я люблю эти фильмы У кого Вот Оператор наш Между прочим Он тоже поклонник Как и я Этих фильмов Я могу сказать Что да Отвечу Фразой Бодрова Сила в правде У кого правда Тот сильнее Думаю Что так Я кстати Фильмы наизусть Практически знаю Ну я думаю Что оператор тоже Нас знает Сто процентов Наизусть Поэтому Я люблю эти фильмы Здесь кто прав Не всегда побеждает Согласен Согласен Какие твои Будущие планы Сейчас Которые ты наметил И уже к ним стремишься Это прям конкретно Ты хочешь узнать Да? Ну если конкретно Ты будешь рассказывать Это я думаю Надолго А ближайшие Которые Самые Так сказать Ценные Которые В первую очередь Стоят У нас Впереди Несколько Больших Мероприятий Связанных Там с приездом Определенных Спортивных Звезд К нам Вот Потихонечку Готовимся К этому На конец Марта Планируем Если бог даст Потом Что мы еще Ближайшие планы Это сборы В Тиберде С 1 по 7 мая Вот Большой бандой Собираемся Мы поехать на сборы Взрослые Детские Группы Там будут У нас Че мы Че у нас еще Бои Я думаю Что как раз Это видео Выйдет И Это еще будет До боев У нас Два спортсмена Которых я веду Помогаю В подготовке Это Влада Петрова Кто не знает Я вот Если можно Попрошу Добавьте Инстаграм Очень крутая Девчонка Будущее Нашего женского ММА Гриша Влада Петрова Или Владлена Ну Владлена Это ее полное имя Можешь назвать ее Влада Да Ребят Владлена Петрова Можете Я ее Владой Называю Ну Владлена Это официально Конечно Полное имя Нет Просто Есть тоже Коротко Влада Есть Владлена Нет Это Вот Она Влада И Владлена Вот Все Я понял Ребят В общем Получилось так Что Помогаю В подготовке Какую-то помощь Оказываю В плане Своих знаний Науков Умений Влада Петрова Подписывайтесь На нее В социальных Сетях Крутая Очень Девчонка Гриша Мишин Это будущий Чемпион UFC На 57 Кг Поэтому Тут Где-нибудь Тоже Его Инстаграм И Вот 24 25 Числа Ребята Дерутся И Для нас Это Такая Важная Точка Для Гриши Не могу Пока Там Не могу Пока Говорить Почему Ну вот Хотелось Бы Чтобы Ребята Все Победили И Это Ближайшие Планы А Я смотрю В камеру Оператор Нам В камеру Говорит Смотри В общем Артем Хотел Тебя Задать Вопрос Я Тебя Уже Знаю Давно Ты человек Прямолинейный И тебе с этим сложно По жизни Иногда бывает Как ты Относишься К критике В свою сторону И зачастую К критике Которая Негативная Блин Хороший вопрос Критике Не всегда Я ее адекватно Воспринимаю Могу тебе точно Сказать Но Я в этом направлении Прям Активно Работаю над этим Потому что Бывает критика Объективная Бывает Субъективная Бывает Просто Для того Чтобы тебя Вывести из себя Бывает Такая критика Для того Чтобы Человек Тебя критикует Потому что Хочет Тебя опустить В своих глазах Поднять Понимаешь О чем я говорю Но Если объективная критика То есть Реально Ты человек Который По факту Дает тебе Объективную критику Конечно Ты эту критику Воспринимаешь И я стараюсь К этой критике Через себя пропускать Такой Пропустил Подумал Такой Да действительно Вот тут я не прав Там где-то Извинился Где-то там Поменялся Ты ищешь В негативной критике Которую ты понимаешь Что она не объективна Все равно Какие-то моменты В которых Ты можешь Вывести пользу Либо ты Воспринимаешь Сразу же В штыки Нет Ты знаешь Ты знаешь Вот В раньше Когда мы Работали Там В другом месте То Негативную критику Я прям Очень плохо Воспринимал Даже я понимал Что человек Меня критикует Ну вот Как я тебе сказал Да Задача тебя Как-то Опустить В своих глазах А себя возвысить То конечно К этой критике К этой критике Я относился плохо Реально плохо Относился Я воспринимал Ее в штыки Ну прям реально плохо Реагировал На все происходящее Но С течением времени Когда я стал Умудренным уже опытом Жизнью И разговорами В том числе И с моим папой Про которого мы разговаривали Я понял Что Ну Я перестал вообще Как-то на это реагировать Мне стало По барабану То есть Ну я вот Ну Хорошо Если тебя критикуют Значит что-то ты делаешь Правильно или неправильно В любом случае Ты делаешь Если За твоей спиной А тебе говорят Что-то хорошее Плохое Ну значит что-то Что-то делаешь Да Потом я тоже согласен Хейт Любой хейт Это уже показатель Результат Ну если так На современном Хейт Я не знаю Что такое хейт Ну короче Когда этих хейтит Это что-то Критикуют Это хейт Ну Какая черта Характера Тебе не нравится В человеке Не нравится Не нравится Который ты прямо Терпеть не можешь Двуличие Двуличие Ну это Это не черта Характера Нет Сейчас я скажу Подумаю Мне не нравится Подлость Это тоже черта Но это такое Это же плохая черта Характер Не знаю я Ну говори своими словами Даже если не черта Характер Как ты думаешь Как ты чувствуешь Как я чувствую Мне не нравятся Подлые люди Вот мне не нравятся Люди Знаешь Типа говорят Ты говоришь об этом Значит ты сам такой Есть такое Знаешь Ты вот Ты сказал Что он подлый Не нравится ему Подлый Значит он сам Подлый Значит он Двуличный Не знаю Я Вот лишь Я говорю С течением Времени Я стал вообще Максимально Относиться К людям Ну вот Какой он есть Такой он есть Хороший Плохой Там Не знаю Как вот Я к Виталику Отношусь Брат привет Ты знаешь Как я тебя люблю Но Виталик Типа это вот Как самовар безручный Знаешь Он и дома не нужен И выкинуть Жалко его Понимаешь Вот он такой Но он же не перестает Он же не перестает быть нашим другом Он реально крутой пацан Чувак Который вот Ну несет такую доброту И мы У него же есть там Какие-то негативные качества Там он Часто врет Виталик Я правда говорю Ну бывает у нее такое Знаешь Там лукавит Где-то такое Но От этого он же не стал плохим человеком Поэтому ну Наверное Нет тех качеств На которые бы Прям мне вот Не нравились Просто вот Какой есть Такой есть Вот воспринимаю так Виталик Предлагаю тогда Переместиться на кухню Опять хлопать Давайте хлопать Отлично Артем Я смотрю Ты очень любишь Кушать Готовить Очень любишь Кушать Готовить Да Очень любишь Кушать Готовить Я люблю Кушать И готовить Да А я тупанул Все Теперь Ты любишь Очень готовить Это для тебя Какая-то отдушина Либо Ты кайфуешь От этого Ты знаешь Я Да это смешно Конечно Я Я знаешь что Я люблю готовить Для кого-то Вот например Вы в гости пришли ко мне Я для вас Ну Приготовил А так я сам там кушаю Либо в кафе Либо в столовой Ну вот Не стоит у меня задача Но Такую подачу там Я люблю Друзей кормить Мага Миша Привет Если что Рустам Если ты меня смотришь Я только мясо Пойму Мои овощи Остальное не буду Все по питанию Еще Хотел тебя Спросить Ты очень Любишь музыку И очень Такую Так сказать Специфическую Даже не молодежную А более Уличную Там Баста Из разряда этих И Сколько с тобой Дружу Ты говоришь Что твоя мечта Цель Это записать Свой трек Какой-нибудь Рэпчик Про что это Что ты хотел бы записать Я люблю Такую музыку Действительно Я кайфую От этой музыки От уличной музыки И Знаешь Могу тебе сказать Что Эта песня Будет о жизни О жизни Ну вот Мне нравится Творчество группы 25-17 Мне нравится Грот Мне нравится Диман 55 Мне нравится Драматик Мне нравится Баста Мне нравится Нагана Как в проект Басты Что мне нравится Еще Ну вот такая музыка Словецкий Я очень кайфую От Словецкого Это вот От души На моя Поэтому Скоро я обязательно Запишу трек Как бы это Там смешно Не звучало Но вот я хочу В этом попробовать У меня есть Детская мечта И я хочу Да Записать Про жизнь будет Саша Не знаю Про любовь Конечно Сопливая Какая-нибудь Такая Чтоб разрывало Как у Меладзе Что-нибудь Да-да Саша слушает Меладзе Поэтому ребят Очень аккуратно С ним По поводу Меладзе Это неправда Еще Ты часто читаешь книги Ну по крайней мере Я знаю То что ты раньше читал Возможно Эту работу не читаешь Какие самые Крутые книги Можешь посоветовать И возможно Какую-нибудь Цитату из этой книги Ого Из последнего Что я читаю Чехова Юмористические рассказы Мне очень нравится Что еще Рэя Брэдбери читаю Ну перечитываю Самая любимая книга Мастер Маргарита Ну для меня Это вот Номер один Цитата Давай без цитат Да я ну правда Сейчас не вспомню Ну вот Ну может просто Выдержка цитата Или какой-то смысл Ну наверное Мне нравится больше Вот знаешь Как такую тебе мысль Расскажу Вот есть Роман Мастер Маргарита И я этот роман Перечитывал Не знаю Наверное Раз Сорок Ну вот так вот На вскидку сказать Это время Моего Обучения В военном институте Потом там Служба В рядах вооруженных сил Потом уже После Армейское Вот это время И каждый раз Когда я перечитываю Я На героев Этого романа Смотрю С разной стороны И уже мне Кот нравится Он порядочный Кто читает Кто знает Мастер Маргариту Поймёт Что и главный герой Главный злодей Этого романа Он тоже вроде как бы Всё это делает Не просто так Ну в общем Меняется Взгляд На главных героев Соглавных героев Книг Наверное Вот такой посыл У тебя было такое То что Какая-то информация Из книги Либо ты книгу прочитал И она тебе Очень сильно пригодилась В жизни И ты сделал Какие-то выводы Да Однозначно Я бывает Шучу Фразами Из книг Да Ну вот Вычитаешь что-то Там например Я читаю Антона Павловича Чехова Я вообще считаю Самым таким Выдающимся Ну Булгакова Естественно И вот Антон Павлович Чехов Прожил Такую недолгожительную Не долгую жизнь Как писатель Но он очень много Крутого сделал Если ты например Загуглишь Он там людей От лихорадки спасал И в школе преподавал И романы писал То есть Ну он вообще Вот типа топчик И я когда читаю книгу Я погружаюсь Знаю кто такой Чехов И такой О Чехов Там 46 лет Там условно говоря Прожил И он там Сделал там Кучу всего Мне 35 годочков Меня зовут Артём Я ни хрена не сделал И я такой Ммм Так Вот этой информацией Я воспользуюсь Да Однозначно То есть Это мотивирует Биография Именно писателя Тебе мотивирует То чтобы Ты уже Чего ты должен Прийти Да Да Конечно Ну на них Надо равняться Это классика наша И знаешь как Если мы не будем Читать классику То пропадет Культура нашей речи Начнутся вот эти Вот твои новомодные слова Которых я там Не понимаю Ничего И вообще Культура языка Пропадет А на классике Все держится Вот Ну например Я обожаю читать книги Но я обожаю Именно книгу читать Я аудиокниги Вообще не переношу У меня не усваиваются Ты тоже слушаешь книги Или только читаешь Нет Когда еду На соревнования Всегда слушаю книги Кто со мной катается На соревнованиях Я там могу Если там Люди свои в машине То я могу там Включить аудиокнигу Какую-то И слушать Но это наверное Больше фоном А так конечно Мне нравится чувствовать Вот это чувство бумаги Запах Запах бумаги Вот эта книжка Когда открывается Вот это Потрогать Пощупать Да Я люблю читать Сейчас Нет времени К сожалению И у тебя был Какой-то В жизни совет Который тебе дали И после этого Произошел Какой-то Переломный момент Либо Были колоссальные Результаты Да Были Мне Мой Старший товарищ Сказал Такую фразу Блин Ну как в боевике В каком-то Знаешь Короче Говорит Типа Не бойся Пробуй Делай И Я попробовал И получилось Да Но это вот Именно Знаешь Типа Касаемо бизнеса У меня Была бизнес-идея И Я на тот момент Там работал В госорганизации Не мог сам этим заниматься И мне мой Старший товарищ Говорит Ну Пробуй Делай Однозначно Делегируй свои полномочия На других ребят Чтобы там Не противоречило Там законодательству И все Я попробовал Действительно Получилось И И все Это работает Да А какой бы ты дал совет Начинающим В спортивной карьере Как и Спортсменам Так и тренерам Спортсменам И тренерам Тренерам Учиться у лучших Однозначно Избегать проходимцев Два Постоянно учиться То есть Ну Не только у лучших А Ну Просто Систематизировать Свои знания Это третий совет Тренерам И Не бояться ошибаться Не бояться ошибаться Потому что Бывает зачастую Что тренер Там Боится Там Отвести на соревнования Организовать сборы Не знаю Там еще каких-то мероприятий Там поучаствовать Вот Ну не бояться Это ваше Тот Кто ничего не делает Тот не ошибается Знаешь Типа Ну там Есть такие люди Там знаешь В любом коллективе Который Который там Всегда молодец А он ничего не делает По факту Он молодец Потому что Он там На работу Приходит Там Ничего не делает А ты приходишь Там Что-то делаешь Что-то ковыряешься Тут Стакан забыл Тут еще что-то забыл Тебе постоянно Там Ты такой Ага Это я виноват Извините Ну не бояться То есть у тебя было такое Например Что тебе люди Что-то перечили Но ты все равно Шел по головам Не Такого не было По головам Ни в коем случае Никогда не шел Я считаю это Но не по-христиански Ну бывает Знаешь такое Что там люди Ну с тобой конфликтуют Там как-то Но раньше Я конфликтовал А сейчас я наоборот Стараюсь как-то углы сглаживать Не знаю Может это в силу возраста Или в силу Там Каких-то знаний Я стараюсь так Как-то Нивелировать Все это дело Но если человек На данном этапе Тебе начинает Перекрывать путь К твоей цели Ты просто его обойдешь Либо не будешь С ним общаться Либо покинешь Это окружение Правильно понял? Да Наверное Да Я вот так вот Раз И дальше пойду А раньше было То есть ты шел через него Через конфликт Раньше я с ним бы Конфликтовал бы Выяснял бы Доказывал бы ему Что я прав Что я молодец Посмотри на меня Сейчас Ну нет необходимости Кому-то что-то доказать А ты в первую очередь И единственное Кому хочу Папе доказать Понимаешь То есть у меня папа такой Он максимально Консервативный И для него Все вот эти вот Штуки Они очень Такие Непонятные Скажем так И конечно Мне хочется Мне хочется Ему сказать Пап Да вот посмотри Я смог Вот у меня Пожалуйста Я когда у меня там Егор стал Серебряным призером Первенства мира Я папе позвонил Говорю Пап Слушай Да у меня вот Егор Там вторым на мире Встал Он мне знаешь что сказал Пойдет Ну типа Понимаешь Какой у меня папа Такой Пойдет Да Ну вот такое папа Ну мне хочется Да И себе Мне нечего доказывать У меня амбиции Мои Они такие Хочется знаешь Хочется короче Делать Что-то Полезное И Которое приносит Деньги И приносит Какое-то Эстетическое удовольствие Ты ищешь Какое-нибудь Одобрение От окружающих Блин да Однозначно Да ищешь Но По работе Сто процентов Ты ищешь Это одобрение Потому что Ну я вот такой человек Я вот сделал Что-то хорошее И такой там Так Посмотрите Я вот что-то сделал Ну по факту так Не могу Там Я бы Ты считаешь Это правильным Нужно людям искать Одобрение От окружающих Однозначно Нет Каждый должен заниматься Своим делом Несмотря ни на кого И ни на что Слушай Ну я бы тебе сейчас Порассказывал бы Сказки Сказал бы Саня Я не ищу Ни от кого Одобрение Мне это не надо И мне все равно Нет Это не так Однозначно Ты сделал что-то хорошее И Ты конечно Хочешь Чтобы люди На это Обратили внимание Ну ты сам знаешь Я считаю То что Каждый человек В какой-то мере Степени ищет Одобрение От окружающих Если кто-то Все равно не ищет Но на самом деле Ищет Просто он это Хорошо скрывает В какой-то степени Да 90% ждут чего-то Но я жду Однозначно Знаешь Мы поехали на соревнования Ты такой Я там жду Одобрение От ребят Ну С кем там Скажем работаю Потому что есть ребята Которые реально У нас интересуются Они там Спортсменов знают Наших Тот же Рустам Он там бои смотрит Мы с ним обсуждаем Все это там А вот мы сюда поедем Вот сюда мы готовимся То есть ну Круто Круто А есть кто Кому это не нравится И ты ему говоришь Он такой Ну Класс Молодец Я еще знаю То что ты очень Положительно Относишься К семейным ценностям У людей Особенно Если у кого-то Прям Стоит Жесткие Как сказать Границы В плане семьи И он к этому Относится Очень Так ответственно Что ты по этому поводу Можешь сказать Например Если люди Как-то к этому Бережно относятся Например Даже я знаю То что ты плохо Относишься К людям Которые не хотят Детей Либо Не видят Смысл В детях Да Я презираю Этих Пусть Будет Это Не знаю Я не Я не понимаю У нас Знаешь Как У православных Христиан Основа Это семья Для меня Важно Быть Ну так получилось Что у меня есть дочь И мы Не вместе Но она для меня Она моя дочь И Знаешь Когда Ты встречаешь Там человека Там с девушкой Встречаться Начинаешь И она категорически Против твоего ребенка И ты такой Так все Ты не мой человек Ну Плохо К этому отношусь Конечно Я считаю Что Семья должна быть Полноценная Что должны быть Какие-то Традиционные Семейные ценности Один мама Один папа Там не должно быть Две женщины То есть Конечно Должен быть Папа Мама Ну По разному бывает По разному бывает Поэтому А те кто не любит детей Блин Ну Я бы их ставил На учет Психиатрическую больницу Ну Это Я согласен Какой-то Ну Вот как ты Как-то психическое Отклонение Ну Мне кажется Все равно На каком-то этапе Это все переломается И они перейдут к тому Что либо они Полюбят детей Либо захотят Собаку заведут Собаку заведут Или кота Или морскую свинку Думаешь Они этим ограничиться И дальше не пойдут Ну У нас же есть Типа вот Истории Когда Женщина Не хочет ребенка Она там Ей там 30 лет Она говорит Все я там Буду работать Там Может быть Она просто боится Ответственности Может быть Просто она не хочет Ну Брать на себя Ответственность За ребенка Может быть Она просто Ну Причин много Может быть Но если она Объективно Знаешь Так Ну Абстрагируется От этой проблемы И такая Говорит Я не хочу Ну Блин Плохо Это конечно И так же И как мужчины Знаешь У нас там Есть истории Когда мужчина Против Против детей Не хочет он детей Ну Как Как ты не хочешь Чтобы вот такой Бегал там Сын у тебя Или дочь Там Да Твое Глаза твои Живот Твой Базарит Там Твоими понятиями Но это круто же Ну Я думаю То что мы должны Оставить В первую очередь Наследие Как свое Так и вообще Того Кого Воспитали Научили Это Как бы Наша обязанность В первую очередь Сто процентов Те кто Знаешь Как Те кто Живет Ну В мире Вот В таком Иллюзорном Знаешь Вот В инстаграм Нам назовем Да Его Они там Рисуют Какую-то Красивую Картинку Там Семейные Ценности Там Какие-то Еще Моменты Вот Есть Два Типа Людей Одни Которые рисуют Там Все Я там Я очень сильная Независимая Женщина Да А по ночам Там в подушку Плачет Да И то же самое Там есть люди Которые там Рисуют Красивые Ценности Семейные Там Вот Я и моя Жена Там Ну Типа Я и Там Мой Сын А по факту Ну Ценности Нету Я поэтому Все время Говорю По этому поводу Могу сказать То что Например Когда я начал Вести блог И показывая Только красивую Картинку Результаты не было Когда я начал Показывать Все как есть И результат И поражение Людям даже Больше было смотреть Интересно на поражение И сочувствовать Помогать И которые Говорили Блин На самом деле Реально Крутой человек Я даже хочу тебе Помочь И в какой-то плане В этом плане Я имею в виду Ну Понял Ну Я же Знаешь Закончу мысль Что Лучше быть Чем казаться Да Ну вот Не любишь Ты детей Да Ну Не люби детей Ну не ходи К каждому Там Направо И налево И не говори Об этом Ну знаешь Вот такое же У меня отношение Типа вот К однополым Да Вот этим всем моментам Ну вот Нравятся тебе девочки Ну пожалуйста Там Занимайся Там Своими делами С ней в квартире Да Ну зачем ты Всем рассказываешь О том Что ты такая То же самое Ситуация Вот с ценностями Там Ты Не придерживаешься Этой ценности Ну Кстати По поводу ценности Что можешь сказать Ты Врос Так сказать Уже В другом поколении Сейчас Другое поколение Уже детей растет Какая разница Идет все на пользу Либо все-таки Все скатывается К тому К чему нельзя Тот кто Говорит Что все плохо У нас Ребят Я с ними Вообще Категорически Не согласен Вот у нас В группах Занимается 40 детей Из 40 детей Благополучных Да Хороших детей Образованных Имеющих Своё я Которые стремятся К получению Знаний Навыков Умений Их 98% 2% Это конечно Разгильдяи Но Это обучаемая Разгильдяя И все хорошо Сейчас просто Немножко Система ценностей Поменялась Но все Будет хорошо Однозначно Все будет хорошо И вот Глядя на наших детей Наши дети По-любому Посмотрят этот блог И они Там скажут Артёноч Красава Что посоветуешь Родителям Я сегодня Видел твою реакцию Когда мы были Вкусные точка И пришло Три ребенка Рядом с нами И такие Эй мужики Смотрите что у меня есть Показали игрушку Максимально С таким строгим Лицом Я думал Даже дети Там испугаются Говорят Типа нормально Себе веди Ты что бы посоветовал Либо родителям Либо это не детям По воспитанию Ну Я знаешь Какое Такую интересную мысль Мне Наш Оператор Скинул видео Очень интересное С ютюба Где Сказал Ну Где Идет разговор Именно Вот О том Чего не хватает Да Я бы Хотел Я солидарен Вообще С этой позицией Я считаю Что родителям И вообще людям В том числе И мужчинам Нужно вернуть Понятие Порицания Порицать То есть Вот как я повел Себя с этими Детьми Их нужно поругать Что там Не надо себя так вести В общественном месте Там Спросить сколько им лет Там Сказать там Что они там Ну Парни Да И находясь Там В общественном месте Ну Не нужно Себя так вести Ну Считаю Родителям Нужно Первое Научиться Порицать Научиться Объективно Оценивать Своих детей Потому что У нас есть Позиция Такая Родители Нас тоже Смотрят Мой ребенок Самый лучший Твой ребенок Приходит На тренировку Опаздывает На 30 минут И потом Возникает вопрос Почему мой ребенок Не занимает Призовые места Потому что Твой ребенок Вместо Там Трех Четырех Пяти часов Там Часов тренировок Да Там Полтора часа Всего Позанимался Потому что Твой ребенок Дополнительно Не ходит Там на физподготовку Потому что Ты ребенка Не отправляешь На соревнования Потому что Ты ребенка Не отправляешь На сборы То есть Они хотят Получить какой-то результат Не прикладывая Каких-то усилий А как ты относишься К родителям Я думаю В твоем опыте По-любому Были такие Которые приходят И начинают тебя учить Или начинают Ребенка учить Нет Надо делать так И так далее Слава Богу Вот Уже Мудрости Опыта Поднабрался На первоначальном Этапе Действительно Было такое Знаешь Что Приходит там Родитель Да я Там Случай был Мне там Отец Рассказывал И я там Дрался на улице И я Короче Вообще Бандит Бандитский Я такой Да-да Хорошо То есть Я это уже Не воспринимаю Вот такие разговоры Были родители Которые приходят Я хочу Чтобы мой сын Умел Все И поэтому Он ходит На 600 секций Заканчивая Про родителей Очень много На моем Тренерском пути Было родителей Которые меня Пытались Научить Чему-то Хотя Сами Не имеют Педагогического Образования Спортивного Образования Не имеют Но Вот они Думают Что они Самые умные Поэтому Ну мы Как правило Прощаемся С такими Родителями Я честно Говорю Слушайте Если вы Знаете Как тренировать Лучше Чем я То пожалуйста Вам Ну Нам с вами Не по пути Кстати Про образование У меня Про образование Совсем Ну Иная Точка зрения Как Ты считаешь Сейчас Образование Действительно Нормальное Хорошее То есть Стоит Учиться Высшее Образование И так далее Ребенка Отправлять Про школу Согласен Школу Обязательно Должен Ребенок Пройти И Среднее Профессиональное Образование Высшее Дать ему Нужно Но На этом Не зацикливать Нимание Потому что Самообразование Намного Важнее Чем Самообразование По этому Поводу У тебя Какое мнение Ну Знаешь В организации Где я учился В Новосибирске Учился в Академгородке Мой преподаватель Все время говорил Основной путь И основной способ Подготовки Это самоподготовка То есть Ты не сможешь Выучить предмет Пока ты его сам Не хочешь Выучить Там и так далее По поводу Образования Я считаю Что Школа Да Однозначно У нас очень Крутое образование Сейчас Ну В российских школах Так Большой объем И я периодически Сталкиваюсь С тем Что Дети Учат в школе И Это действительно Круто Действительно По литературе Может быть У меня есть Вопросики Определенные Связанные С изучением Книг Но это отдельная тема Я могу полтора часа Рассказывать Вот По высшему Да Я считаю Что нужно Саша Знаешь Почему думаю Потому что Какое-никакое Образование Например Вот ты хочешь Стать Не знаю Экономистом Однозначно Ты должен знать Законы экономики И так далее То есть В любом случае Высшее образование Какое бы это Оно ни было Оно высшее Ты получаешь Все равно Какой-то Какой-то Объем информации Который потом тебе Поможет Или наоборот Не поможет Ну а если Ну грубо говоря У нас все равно Большая часть Учится Ради того Чтобы было Просто Какая-то Подстраховка Корочка Либо оценка Если мы говорим Про школу Люди учатся Ради оценки Если говорим Про образование Ради диплома И по факту У 90% Я уверен Дипломы просто Лежат И они работают Либо по другой Специальности Либо вообще На заводе Ну это Знаешь как Это проблема Это проблема Не образования Это проблема Человека То есть Значит он Выбрал Неправильный путь Получается Знаешь как Тут Такая Субъективная Такая ситуация То есть Человек хотел Сначала Быть экономистом Потом Хотел Стать Видеооператором Потом Стал Проституткой То есть Вот такие моменты Ну а если Все-таки Можно Выстроить Образование Так чтобы Человек во время Обучения Уже понял Кем он Хочет быть Потому что Потому что У нас Выходя Грубо говоря С образования Человек Даже не знает Кем он хочет быть Научить Человекам В первую очередь Понять Чего он хочет По жизни Вместо того Чтобы Куча Неполезной Ненужной Информации Давать ему В голову Согласен Я своему Учителю По математике В средней школе Где я учился Когда уже Закончил Военный институт Уже Такой Я уже матерый Был офицер Уже там Командировки Поездил Я Я ей сказал Что мне ее Тригонометрия Не пригодилась Ну По факту Да То есть Ну Не нужна она Да Но вот Как какой-то базис Ты должен это знать Ну Знаешь как считаю Учиться Всегда надо Если ты получил Например Первое образование Потому что Тебе Сказала мама И была возможность Стать там Юристом Но потом В 22 года Ты осознал Что ты хочешь быть Там Преподавателем Танцев Ну Получай Какое-то Хореографическое Образование И иди учись То есть Ну У нас же позволяет Все это делать Ну Я бы так делал Но у меня так и получилось Я работал в организации Потом получил там Спортивное образование Параллельно У меня есть Юридическое образование Не знаю Зачем оно мне Ну Вот Мне нравится то Что в образовании Как часто Сравнивают Именно Если говорим Про оценки Отличников Харшистов И так далее То что Зачастую Отличники Это просто Хорошие Исполнители Своего Труда То есть Они четко Работают По структуре И зачастую Успешными людьми Становятся Это Троечники Двоечники Это заезженная тема Из инстаграма Я был троечником Я вот двигался Ты знаешь Очень много успешных людей Кого я знаю Очень хорошо учились В институтах Я очень знаю Очень много успешных Ребят Которые Учились за границей И сейчас Вот я про это говорю То что сейчас Начали В голову Вталкивать То что образование Не нужно Особенно высшее И то что Нужно там Саморазвиваться И так далее Некоторые люди Все-таки говорят Как ни крути Все равно Ты должен получить Высшее образование Ну вот я вот Про вторую категорию Которые должны Получить высшее образование Чем Ну Кто вдалбливает Кто это В нас вдалбливает Надо вопрос задать Первое Второе Конечно Управлять человеком У которого нет образования Легче чем Человеком У кого есть образование Поэтому мне бы хотелось Чтобы конечно Было образование Даже если взять Вот наших детей У нас Большинство детей Хочет получить Какие-то хорошие профессии То есть у меня Дети хотят стать Учителями Врачами Военными Там летчиками У меня там Ребята хотят стать Егор у нас там Нотариусом Там готовится Стать Ну там То есть ну понимаешь Он же говорит Что он хочет Профессионального спортсмена Вот Ну одно другому не мешает Будет заверять Нотариально играться Ну то есть Ну вот Как бы с Егором Там ситуация Знаешь какая Мы вот с мамой Леной Разговариваем Мам Лен привет На эту тему И нам бы хотелось Чтобы он получал Образование Спортивное Параллельно получал Юридическое образование И там куда нас Тропа выведет Будем драться Будем драться Нравится же драться Получается Слава Богу Ну чуть там Где-то решили не драться Пожалуйста Будем тренировать Будем Отстраховка Да То есть ну Однозначно Какие-то пути решения Должны быть Вот Вот если мы Как раз заговорили За образование Есть такая фраза Сила есть Ума не надо И зачастую это касается Спортсменов Мне очень нравится Цитата Хабиба Когда он говорил То что если человек Без образования Но умеет драться Это очень опасный человек В принципе Я с тобой вообще На 100% Есть На подкасте У Оксаны Кравцова По моему фамилии Врать не буду На подкасте У нее есть Абдулманаб Царство небесное Ему Это отец Хабиба И он говорит Что первое Это образование Второе Это воспитание Третье Это спорт Вот я Это советские моменты Которые Абдулманаб Передавал своим ученикам И вот Ну это работает реально Зачем тупой спортсмен Ну который там дерется На улице Посмотри Сколько таких Ну сначала он должен быть Образованным Потом должен быть Воспитанным И потом конечно Он должен быть спортсменом Спортсменом Ну тяжело стать Но можно А вот получить Достойное образование Воспитание Это в разы Гораздо сложнее Чем вот Получать образование Тебя отец Заставлял Им научить образование А да Да Тут есть Одная Такая короткая история Я расскажу В 2006 году Папа мне Собрал спортивную сумку Кто меня знает И моего папа Тут меня прекрасно поймет В сумке были Спортивные вещи Кусок сала Доширак И проездные Эти документы И он мне посадил В Крымске И говорит Все Типа давай Домой не приезжай Он мне говорит Да И я рванул В город Новосибирск И поступил Успешно То есть Ну вот Вот такая была Ситуация Заставлял Да Да Заставлял Однозначно И он меня Все время Лукавил Он мне говорит Первый курс Я закончил С золотой медалью Институт И он мне такой Так первый курс Отучишься Все Потом чуть полегче будет Я первый курс закрыл Он такой Ну давай второй Я такой Хорошо Мама не стала Я второй курс Там еле-еле Там барахтался Закрыл Папа говорит Давай третий Я такой Ну давай Ладно третий Четыре курса Я отучился Папа говорит Ну все Вот сейчас Вот сейчас будет легко И я понимаю Что ну уже Вариантов нет Я уже четыре с половиной года Отучился Она отличная И мне тут остается полгода Я понимаю Что блин Мне надо доучиться Вот так мне папа Заставлю Ну мотивировал Да это со временем Ну наверное правильно Говорит заставлял Больше Дисциплину воспитывал Да это отдельная тема Для разговоров Да дисциплина Это Это наш конек Ну поэтому В общем ребят Хочу подвести итог Нашего подкаста Это первый подкаст мой Наш Совместный уже И Так сказать Учимся Меня очень вдохновляют Подкасты Дудь вдохновляет Другие люди спортивные Которые ведут подкасты И так далее Сейчас еще Артем скажет Пару слов И еда уже сильно Очень манит Ребятушки И всем добрый вечер Мы надеемся Что Александр В ближайшее время Это все смонтирует И вы там Я думаю Что в следующую субботу Там уже увидите Это потому что Все нас задалбливают Давайте Выкидывайте Давайте смотреть Давайте Как-то Давайте В общем В общем Как это видео выйдет Если вы досмотрите До конца Ставьте там Что там Лайки Колокольчик Комментарии Сохраняйте Мы очень благодарны И я очень благодарен Саше За то Что вот мы Все-таки начали Делать движуху Это Ну не последний Не крайний проект Да правильно Говори Поэтому Увидимся Еще снова С вами И большое спасибо Оператор Соком Чок Давай Рустам Сок я не пью Просто чок Приятного аппетита Копаем Копаем Копаем